Добрый день! В эфире православный календарь. Программа Якутской епархии. Сегодня мы расскажем. Новости епархии. День славянской письменности в Якутской духовной семинарии. Идем в храм. Что делать, если забыл грехи, расскажет Игумен Никон. Церковь празднует День Святой Троицы в воскресенье в день Пятидесятницы, 50-й день после Пасхи. Праздник входит в число двунадесятых. Сошествие Святого Духа на апостолов в день Пятидесятницы описано в книге деяний святых апостолов. Святой Дух сошел на апостолов, когда они все собрались в Сионской горнице, в Иерусалиме. Внезапно раздался сильный шум с неба и заполнил весь дом. И тогда все они увидели языки огня и по одному огненному языку почило над головой каждого из апостолов. Сошедший с неба Святой Дух дал апостолам благодать для устроения Церкви на земле, силы и разум для проповеди Слова Божия по всему миру. Этот день считается днем рождения Новозаветной Церкви. День славянской письменности и культуры и памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в 2017 году совпал с праздником отдания Пасхи Христовой. Пасхальное настроение царило и в Якутской духовной семинарии, в которой проходил День открытых дверей. Семинарии посетили школьники, интересующиеся православной традицией и внутренней жизнью духовной школы. Сегодня очень торжественный день не только у нас в Якутске, но и во всей России. Сегодня вся Россия отмечает День славянской письменности и культуры. Праздник, который приурочен к памяти святых равноапостольных Мефодия Кирилла, учителей славянских. И вот у нас сегодня такой тройной праздник. Мы к этому дню приурочили День открытых дверей. Мы пригласили школьников старших классов для того, чтобы рассказать о деятельности Якутской духовной семинарии, о том, как живут студенты нашей семинарии, о том, что они изучают. И, конечно же, поговорить с ними о тех просветителях славянских, Мефодия Кирилла, которые являются, так скажем, сегодняшними именинниками. Ну и третий праздник – это, конечно же, День из-за именинства Предстоятеля нашей Церкви Русской Православной, Святейшего Патриарха Кирилла. Мы пожелали ему многолетия на кратком молебне, который совершили в домовом храме в честь святителя Накенти. И вот сегодня мы вспоминаем этих святых, угодников Божиих, в день открытых дверей семинарии. У нас экскурсионная обширная программа, мастер-крас по колокольному звону. То есть школьники, так скажем, на несколько часов стали студентами якутской духовной семинарии, присутствовали на лекции по истории славянских народов и славянских просветителей. Мы дали им возможность на несколько часов в сегодняшний праздничный день по праздничному, по торжественному окунуться в жизнь духовной школы, в жизнь нашего вуза. И, возможно, кто-то из них в дальнейшем задумается о том, чтобы продолжить свой жизненный путь с нашим учебным заведением. В Большом зале семинарии состоялся концерт слушателей епархиальных певческих курсов. А после этого гости познакомились с деятельностью сегодняшних героев – Кирилла и Мефодия – на открытой лекции. Из глубокой древности посетители перенеслись в 20 век на экскурсию по Музее истории православия. В музее при Якутской духовной семинарии собраны уникальные фотографии и экспонаты, открывающие историю просвещения Якутии, становление веры православной и развитие письменности. Мы были в музее. Музей тоже очень красивый, великолепный. Там собрано очень много информации про все наши священные места. Конечно, знать нужно свою историю. Мне очень понравилось. Вот серьезно. На душе так слегка стало. Завершился день по пасхальному – мастер-классом колокольного звона, на котором каждый желающий смог попробовать себя в роли звонаря. Классическая гимназия имени Иннокентия Московского города Якутска была основана в 2010 году и сразу же завоевала популярность среди столичных школ начального обучения. Наполняемость класса здесь не более 25 человек. Это дает возможность учителю применить индивидуальный подход к каждому ребенку. Поэтому качество образования здесь очень высокое. Отличительная черта Иннокентиевской гимназии – это духовно-нравственное воспитание. Наши дети учатся быть терпимее, толерантнее и друг к другу, и каким-то поступкам. Вот это очень важно. И, конечно, очень большое значение имеет наша картинная галерея, которая у нас и в калидоре. Дети останавливают, дети задумываются. И, конечно, история всей России у нас в данном, в этой рекреации тоже имеет большое значение. То есть не просто они здесь находятся, они осознанно сюда приходят. То наши дети в этом плане, конечно, с послушанием, терпимостью, добротой. Вот это вот отличительное качество наших выпускников. Наши выпускники учатся во всех престижных школах города Якутска. То есть наши дети прекрасно подготовлены и выдерживают конкуренцию. От других учебных заведений гимназия отличается режимом работы – с 8 утра и до 6 вечера. То есть дети здесь находятся целый день. Это очень удобно для родителей. А для детей созданы все условия. Трехразовое сбалансированное питание, современный спортивный зал, есть даже свой музей. Во второй половине дня проводится группа продленного дня. Это дополнительное занятие с учащимися и английским языком, и математикой, и спортом. Мне здесь нравится учиться, потому что здесь очень хорошие учителя, хорошие ученики. И здесь есть храм. Если сделаешь плохое дело, то можно помолиться Богу, и станет легче. Набор в гимназию проводится ежегодно. Ознакомиться с условиями приема можно на официальном сайте классической гимназии имени Иннокентия Московского. Новости Якутской епархии в режиме онлайн. Молитвой завершился учебный год Святой Иннокентийской гимназии в городе Якутске. По завершении богослужения владыка Роман поздравил учащихся в гимназии, их родителей и учителей с завершением учебного года. День перенесения мощей святителя и чудотворца Николая Измирликийских в Барград, Вилюйск, встретил молитвой. Божественную литургию в Свято-Никольском храме города Вилюйска совершил и романах Роман Сокольников, и священник Михаил Иннокентий, настоятель Никольского прихода Верхневилюйска. Молитвословия во время литургии совершались на якутском, греческом и церковнославянском языках. В общероссийский день библиотек и накануне Дня памяти епископа якутского и Вилюйского Иакова библиотекари Якутска помолились у гроба архипастыря, ставшего основателем первой в Якутии библиотеки. Библиотекари посетили Никольский храм, где находятся останки епископа Иакова. К нам в редакцию продолжают поступать вопросы. Телезрители спрашивают, как быть, если я не помню некоторые свои грехи? Здесь нам поможет игумен Никон. Часто человек, который приходит к исповеди и подходит к святой чаше, который регулярно бывает за богослужением в храме, сталкивается с такими особенностями и невозможностями человеческого организма, человеческой жизни, как забывчивость. Забываем мы, к сожалению, не только хорошее, но и плохое. И плохое забывает также опасно и также нехорошо, потому что то, что мы делаем в жизни плохое, нужно помнить, чтобы хотя бы не повторять. Такая память о плохом в церкви называется покаянием, желанием и возможностью и тенденцией справиться. Но как быть, если человек забыл свои грехи? Прошло не один десяток лет, и со временем что-то стерлось из памяти, пополнее физическим, человеческим, природным моментом. Для этого человеку предлагается просто в общем каяться о том, что, возможно, он забыл. Кроме того, в таинстве Елеосвящения, Соборования, священник от лица молящихся обращается к Богу, чтобы Господь не вменил грех и не вменил последствия греха, те события в жизни, которые мы могли по неосторожности сделать незначительными, забыть и перестать к ним относиться с покаянием, и перестать исправляться. В любом случае, если мы даже не помним грехи, мы должны помнить о том, что последствия греха есть на человеке. Последствия либо первородного греха, либо личного совершенного. И каждый день за вечерней молитвой, предлагаемой нам в правило церковью, мы исповедуем грехи все в общем и целом. А если что-то вспоминаем, то приходим с ними на исповедь к священнику. Субтитры создавал DimaTorzok